Утром всегда захожу в клинику управления болью. Тут всегда много людей. Всем доброе утро! Как вас много! Вживую увидите Елену Малышеву. И хорошо, что вживую. Всем доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, сибиряки мои любимые! Я хочу вас обнять. Я вам гостей запрещу. Не, возбраняется. Обнимусь с удовольствием. Вот у нас такая группа фанатов доктора Гарпирина. Ой, вообще замечательно! Работает один из самых грамотных, прекрасных врачей по лечению боли Маркетович Гарпирин. Маркетович, доброе утро! Привет! Как всегда, наша мужская команда. Маркетович, почему вы не работаете женщинами? Почему даже медсестра у вас брат, медбрат? Ну, не знаю. У нас как-то так... Можно... Не знаю, я могу сказать. Я не люблю женщин хирургов. Хорошо, что он сказал. Точку поставил после хирургов, а не после «не люблю женщин». Ладно, будем снова о процедуре. Как всегда, напомню вам... Я сейчас живу где анестезиологами, как моя жена. Вот это С-дуга, это рентген, передвижной рентген. Вот это вот, это С-дуга, передвижной рентген. Все процедуры делаются только под контролем С-дуги. По-другому сказать, невозможно. Да, это интервенционное лечение боли. Поэтому пациент должен быть уверен, что врачи попадут туда, куда следует. Все время легендарная картина. Очень интересная пациентка, она приехала к нам с корешковым синдромом, с радикулопатией. Это что значит с точки зрения симптомов? Это боль в спине, отдающая в ногу. Это сейчас у вас, да, боль в спине, отдающая в ногу? У нее это уже давно. Да, мы уже давно. А скажите, подождите, Матерьевич, откуда вы к нам приехали? В Московскую область, в скотильнике, город Канчев. И, к сожалению, когда она приехала к нам, то ей, до того, как она попала к нам, ей сделали несколько блокад с кортизоном. Ну, не прицельных, а просто куда-то. Которые ей не помогли, но поскольку уже кортизон у нее был в организме, то мы сказали, извините, должно пройти несколько месяцев, чтобы он как бы ушел. Она, к сожалению, три месяца мучилась. Правда, выдержала, никаких уколов не получала. Ни таблеток, ни уколов, никакие лекарства не принимала, мучилась. Вот полтора месяца не вставала с постели. Вот, и сейчас она приехала на то, что если бы ей не сделали бабокады, то... Тогда мы бы сделали еще тогда. Марк Яковлевич, ну, все, сейчас будем помогать. На мне надет вот такой фартук, и такие фартуки надеты на всех. Эти фартуки рентген защитный. Хотя этот рентген в целом безопасен. То есть он на расстоянии двух метров уже ничего не излучает. Начинается процедура, это обезболивается место... Да, место, где потом будет уже укол. Вот я, так сказать, поднял лимонную корочку. Я надеюсь, что сейчас пройдет буквально пять минут, и все будет в вашей жизни по-другому. Ладно? Ой, хорошо было. Устал плакать. И вот просто... Дайте я вас обгоню. Ну, сейчас-то боль есть, или только страхи? Боли нету, нету, боли совсем нету. Боли нету. Когда последний раз было такое, что не было совсем боли? Нет, боли нету. Когда последний раз? Сколько лет назад не было боли? Мне было боли, когда на все время боли у меня было. Я просто все время плакала и плакала. И помню, вот последние, знаете, плакаты у меня... Я-то я вообще чуть живая осталась-то, если честно, говорите. Сейчас. А сейчас? Сейчас. Нету боли у меня, нету боли у меня. Маркет, идите сюда. Ой, мы всех сюда ведем. Боль прошла полностью, подходите к пациентке. Мы ее положили, потому что маленькая слабость есть в ногах. Нормально? Да, так все нормально, все хорошо. Все отлично, да. Я ей говорю, когда было в последний раз такое, что совсем нет боли? Она не может вспомнить. Вспоминать только, как плакала, да? Может, только слезы, да? Только слезы. Но стоит сказать доброе слово повелителю боли. Ой, знаете, не то что... Я просто на коленке встану и просто благодарность вам очень большая. Пожалуйста. Повелитель боли Марк Горбелин. Вы придете к нам с болью и уйдете без боли. Я говорю в каждой программе про боль. Не вру? Нет, 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 нет. Это все правда, чистая правда. Ну все, отдыхайте. Спасибо вам огромное.